Акция протеста в нерабочее время. Сегодня сотни работников Бердянского морского порта решили заявить о своих требованиях. Основное – запрет приватизации порта. Говорят, успешная работа государственного предприятия не устраивает киевских чиновников. Основная причина в том, что их трудовой коллектив и наш руководитель отказались садиться на коррупционные схемы, разворовывать предприятия и так далее. Вот основная причина, почему идут наезды на порт, почему не утверждается наш руководитель и так далее. Целый ряд заказных дел, выговоров заказных, проверок. Участники митинга заявляют, в Киеве по-прежнему не хотят утверждать на должности руководителя порта Николая Ильина, который больше двух лет временно исполняет обязанности начальника. Хотя коллектив не раз обращался с этой просьбой в кабинет министров. Мы вышли на митинг в поддержку нашего начальника порта. Мы хотим, чтобы он остался. Нам не нужен никто другой. Нас он полностью устраивает. Порт просто так не дадим. Мы настроены решительно, потому что терпеть уже дальше не буду. С начала года в бюджеты всех уровней портовики перечислили более 286 миллионов гривен. Из них более 60 миллионов в бюджет Бердянска. Горожане уверены, в случае передачи в частную собственность порт, как градообразующее предприятие, перестанет существовать. Я пришел поддержать порт, как государственное предприятие, которое хотят украсть у государства, чтобы его оставили в покое, не мешали. Зачем трогать государственное предприятие, которое приносит хорошие доходы, дает рабочие места и зарплату людям. Руслан Левицкий, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Продолжение следует...